Какие проблемы больше всего волнуют жителей планеты? ЮНЕСКО сделало опрос, 15 тысяч человек со всего мира были опрошены, 57% из них, кстати, до 35 лет, молодые ребята, вот что они говорят. Первая проблема, которая волнует человечество, глобальное потепление и исчезновение вида фауны и флоры. Честно говоря, меня удивляет, но это первая проблема, чуть ли не 60%. Вторая – это конфликты и насилие. Третья – дискриминация и неравенство. Четвертая – недостаток воды, продовольствия, жилья. Я хотел бы вас спросить, как посчитаете, какая проблема должна волновать больше всего человечество, по-вашему? Как существовать в теплой, доброй, благоприятной, уверенной обстановке для нас и наших детей? Нам необходимо понять, как мы можем, если не управлять природой, то управлять собой, чтобы сблизить себя с природой. Это самый главный вопрос. Да. И тогда и мне будет хорошо, и соседу, и родственным, и всем, да? Конечно. Самое главное – это узнать причину. Причину тех многих конфликтов, которые есть между нами, между нами и природой. Причину. И тогда нам станет известно, что же представляет для нас наибольшую опасность, и что же с этим делать. Ну и тогда ваш ответ. Что является причиной? Что является причиной? Да. Наше огромное несоответствие друг с другом, наш огромный эгоизм, который нас разделяет, расталкивает, настраивает друг против друга, не дает нам собраться и таким образом привести себя и весь окружающий мир в равновесное доброе состояние. То есть тем самым вы отвечаете на вопрос, какие проблемы должны волновать по-настоящему жить. Да, да. Вот именно. Как нам вот с этим эгоизмом нашим работать, да? Конечно, ничего другого нет. Единственная сила, которая все портит в мире – это человеческий эгоизм. Давайте сделаем так, чтобы мы узнали, как можно им управлять. Убери человека. Ты же видишь, если мы откуда-то уходим, там, с Чернобыля или еще откуда, сразу все затихает, сразу все нормально, никаких проблем нет. Природа восцветает. Да. Убрать человека называется убрать его эгоизм. И тогда останется, может быть, что-то хорошее от него. Хотя я не знаю. Вот эта вот концовка мне не нравится. Ничего. Все-таки что останется от него тогда? Ничего не останется. Если убрать индивидуальность... А? Ничего. Ничего. Ну, тогда вы должны продолжить. Ничего. Что это означает? То есть, если мы смогли бы убрать от человека эгоизм, от него бы остался бы ноль. Значит, мы должны думать не о том, как убрать его, а как его исправить на то, чтобы эта сила была положительной, а не отрицательной. Мы же видим, как мать ухаживает за ребенком. То есть, люди могут это делать, несмотря на то, что они эгоисты, если у них есть любовь к другому. Значит, нам надо что сделать? Нам надо просто достичь любви к ближнему. Вот и все. Ничего не убивать. Наоборот, добавить любовь к ближнему. И тогда все придет в порядок. Мы ничего не пожелаем уничтожать. Продолжение следует...